Следует еще добавить по поводу нормального функционирования шнекового дозатора. Двигатель работает через частотный преобразователь и на малых частотах вращения он может греться. Об этом написано даже в инструкции к частотному преобразователю, что обычные синхронные двигатели не могут длительно работать с повышенным моментом на малых частотах из-за недостаточного охлаждения. Вот частотный преобразователь, вот он где находится. И он работает зачастую на частотах 15-20 Гц, даже меньше. И при длительной работе, пускай работа не продолжительная, он может нагреваться. Он нагревается. Чтобы этого не было, ему нужно принудительное охлаждение. Что мы можем сюда придумать? Примером, сходить в хозяйственный магазин, купить вентилятор. Вентилятор для вытяжек, вытяжной вентилятор в стену, на кухне и так далее. Ставить вентилятор через вот такую гофру. Это я спонтанно взял для примера, показать саму суть. Это не отсюда, оно лежало. Вот, то есть, одеваем сюда гофру, фиксируем хомутом. С этой стороны мы одеваем вентилятор. Вот, получается вот такая конструкция. Вот так как-то. Так оно будет работать нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...